Каждый человек в той или иной мере в разные периоды своей жизни может переживать состояние отвержения. Для кого-то это проходит бесследно, а для других это оставляет глубочайшие раны, которые впоследствии влияют на всю его жизнь. Существуют разные виды отверженности, и сегодня я попытаюсь раскрыть некоторые из них. Представим ситуацию. Женщина не замужем, но она во взаимоотношениях. Она забеременела, ее муж или молодой человек, он не желает сохранить эту беременность и настаивает на том, чтобы она сделала аборт. В таком состоянии, подавленном, угнетенном, она ходит с этой мыслью о прерывании беременности, но она все же решает оставить этого ребенка. Но несмотря на это, этот ребенок уже рождается с духом отверженности. Есть другая ситуация. Семья, в которой уже есть дети, они больше не планируют иметь детей. Но женщина забеременела, и рождается ребенок. Ребенок рождается нежеланным. Он также рождается с духом отверженности. Вы знаете, неважно, в какой семье живет ребенок, он может переживать отверженность в той или иной степени. Даже в благополучных семьях мы видим примеры, когда дети растут, они протестуют против воли родителей, они протестуют против окружающих. Часто их поведение очень агрессивно или наоборот, они очень замкнутые и ставят перед собой стену, к ним невозможно подойти и начать какое-то общение. И это также говорит о том, что у этого ребенка или он находится в состоянии отверженности. Отверженность родителей наносит самые глубокие и самые кровоточащие раны в жизнь ребенка, которые впоследствии он будет нести за собой во свою взрослую жизнь. Так как детская психика, она еще неустойчива. Психи – это греческое слово душа. То есть душевный человек, он еще неустойчив. Ощущение брошенности, ощущение непринятия. Ребенок еще не может справиться, пережить это состояние. И он как бы убегает в него, а не бежит от этого состояния. И именно в этом состоянии отверженности он пытается скрыться. Также если родители отдают больше любви, внимания, ласки одному из детей, тот, кто не получает этого в достаточной мере, очень остро и глубоко переживает состояние отверженности. Впоследствии эти дети, они очень легко подвержены дурному влиянию. Они могут пристраститься к наркотикам, алкоголю, вступить в ранние половые связи. И они всегда будут искать компанию, где бы они чувствовали себя принятым, такими, как он сам. И часто эти дети, они и попадают в такую компанию, к таким же отверженным подросткам. Но как больной может вылечить больного, это невозможно, потому что всем больным нужен доктор. Человек как бы ищет тех условий, в которых ему будет комфортно, где он будет чувствовать принятым себя, понятым и любимым. Человек с духом отверженности всегда будет притягивать к тебе себе людей, которые будут его отвергать, которые будут его предавать и причинять ему боль. А те, кто будут искренне его любить, он не сможет их вместить, так как он не может принимать эту любовь, так же, как он не может полноценно ее отдавать. Чувство отверженности и дух отверженности — это разные вещи. Чувства приходят и уходят. И зачастую они не несут за собой ничего, они уходят вместе с той ситуацией, которую человек пережил. Но если мы говорим о духе отверженности, то здесь уже имеет место быть состояние постоянного душевного угнетения, которое повторяется, повторяется, повторяется с определенной периодичностью. Человек постоянно находится в состоянии самокритики. Он недоволен собой, он недоволен своей внешностью, он недоволен своей внутренностью. В нем присутствует это чувство стыда, и он как бы видит себя не в, а вне. Он видит себя вне семьи, он видит себя вне друзей, он видит себя вне коллектива. И это постоянный процесс, который повторяется и повторяется и повторяется. И это есть дух отверженности. Отверженность влечет за собой следующее чувство и эмоции. Это одиночество, это уныние, это депрессия. Но самым страшным и трагическим результатом этого чувства и переживания может стать смерть и самоубийство. Отверженность – это душевная боль, это душевная рана, это духовный мир, и бороться с ней нужно духовными средствами. Сам Иисус Христос переживал отверженность. С самого начала своего рождения, когда Иосиф хотел тайно отпустить Марию, узнав о ее беременности. Последствии его рождения в Хлеву для Сына Божия, для того, кто пришел спасти весь мир и все человечество, не нашлось лучшего места. Его жизнь и служение, когда люди, которым он пришел, чтобы принести им жизнь, они отвергали его, священники, начальники. Даже его друзья, те, которые проходили с ним этот путь, в конце его пути, в самый тяжелый и трагический момент, он оказался один, он оказался отвергнут. И кто, как не он, что, как не его любовь, как его святая кровь, как его милость, может помочь тем, кто сейчас проживает или живет в этом состоянии отверженности. Чтобы победить отверженность, нужно принять и понять, что она есть. И бороться с ней можно только с помощью Бога, через Иисуса Христа. Если вы жили в семье, где вас не принимали, если вы жили в семье, где родители, как могли, любили вас, но они не могли полноценно дать вам эту любовь, проявить чувство принятости, значимости. Если вы были отвергнуты своими братьями или сестрами, если вы переживали отверженность в школе, или в коллективе, или среди друзей. Если вы пережили отверженность, когда ваш муж или жена оставили вас, бросили, предали. Или вы переживаете какой-то другой вид отверженности. Это не важно. Но я уверяю вас, что помочь вам и освободить вас от этого может только Господь, может только Иисус Христос. Придите к Господу, призовите имя Иисуса Христа и скажите, Господь, ты пришел в этот мир, на эту землю, чтобы спасти меня. Ты мой Господь, ты мой Спаситель. И я прошу тебя, приди в мою жизнь, освободи меня от этого гнетущего чувства отверженности. Возьми мою жизнь целиком и иди вместе со мною. И я знаю, что от Господа у вас новая жизнь, у вас будет новая судьба, если вы сделаете это прямо сейчас. Признайтесь в своих грехах совершенных, и раскайтесь в этом, исповедуйте их перед Господом. И сокрушенным сердцем, с чистыми помыслами, я знаю, что Господь поможет вам. Если эта тема коснулась вашего сердца, если вам нужна поддержка молитвенная, душевная, духовная, позвоните по тому телефону, который вы видите на экране своего телевизора, и мы будем вместе с вами молиться. Мы будем вместе с вами стоять в этом проломе за освобождение вашей души и вашего духа во имя Иисуса Христа. Господь хочет освободить вас, Он хочет дать вам новую жизнь и свободу. Этого не хочет только дьявол, Он хочет, чтобы вы жили в рабстве этого и страдали всю свою жизнь. Но не будет этого во имя Иисуса Христа. Пусть Господь благословит вас, берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин